Ежедневно услугами многофункционального центра пользуются сотни жителей Ленинского района. Люди привыкли, что есть одно место, куда можно прийти и оформить множество различных документов. А это практически все, что связано с государственными и муниципальными структурами. С появлением МФЦ пропала нужда обивать пороги десятков кабинетов или мотаться по городу в поисках нужной печати. Достаточно обратиться к сотруднику центра, объяснить проблему и передать необходимые для ее решения документы. На сегодняшний день Видновский многофункциональный центр оказывает порядка 300 видов услуг. Организация здесь высочайшая, все делается в срок. Я обращался уже около пяти раз относительно дачного участка, имущества, относительно недвижимости. Пришел, все услуги получил сразу, и если что-то непонятно, тебе всегда объясняют. Это экономит наше время. Все модернизировано, но меньше в очереди сидишь. Поэтому работа ведется, видимо, и еще, я думаю, что со временем будет еще лучше. С 1 февраля количество предоставляемых услуг увеличится. В частности, кажется, можно будет окончательно забыть о паспортном столе. Раньше в МФЦ только лишь принимали документы на оформление гражданского и пятилетнего загранпаспортов. Забирать их приходилось все равно в другом месте. Теперь получение готовых будет осуществляться здесь же, что значительно облегчит жизнь. Это намного удобнее, потому что сюда можно приехать и в выходной день, и в будни в любое время. А если получить просто паспорт, это в определенные дни, в определенные часы. Действительно, график работы паспортного стола достаточно неудобный. В то время, как многофункциональный центр работает каждый день. И максимальное время ожидания в очереди здесь составляет не более 15 минут. Мы принимаем ежедневно с 8 утра до 8 вечера, что, соответственно, удобно для многих жителей, которые работают далеко, и могут прийти в выходной день и обратиться в МФЦ. Комплектация документов на оформление паспортов никак не изменилась. Госпошлина также осталась прежней. Единственное, что, если вы решите заполнить документы на новый паспорт на портале госуслуг, то получать его вам придется в территориальном подразделении миграционной службы. Юлия Фагасян, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Юлия Фагасян, Владимир Бижонов, Видное ТВ